Создатель биткоина назвал свое настоящее имя. Австралийский предприниматель представил доказательство, что именно он когда-то придумал виртуальные деньги. Крейг Райт на встрече с сотрудниками BBC показал так называемые цифровые подписи, которые были созданы в самом начале развития криптовалюте. Но вот это сегодняшний самый актуальный курс. Один биткоин стоит 449 долларов 12 центов, но в рублях смело умножайте на 60, если не больше. Но я же предлагаю вернуться на несколько лет назад. Принципы работы сети по эмиссии биткоина впервые были опубликованы еще в 2008 году под именем Сатоси Накамото. Многие журналисты раньше догадывались, что за этим псевдонимом скрывается тот самый Крейг Райт. Наконец австралиец подтвердил догадку журналистов и пояснил, что выбрал именно Накамото в честь японского философа, который жил в 16 веке. Биткоин это виртуальная валюта, которая заявила о себе во всеуслышание в 2009 году. Ее можно использовать для самых различных электронных финансовых операций. Число монет ограничено 21 миллион. На сегодняшний день в обороте около 12 миллионов. В отличие от физических денег, вся история перемещения каких-либо сумм со счета на счет навечно запечатана внутри так называемого блокчейн. Глобально распределительной абсолютно открытой базы данных, которая содержит данные обо всех биткоин-кошляках мира. Еще один интересный факт. Когда под давлением государств Викиликс отрезали от пожертвований при помощи банковских переводов, сет мгновенно переключился на прием пожертвований в биткоинах. Открытость, отсутствие какого-то как такового регулятора и своего рода поддержка оппозиционных организаций настроила очень многих против биткоина. В первую очередь высших эшелонных власти. Причем по всему миру. Опасения многих чиновников в том числе и у нас понять можно. Первым коммерческим успехом биткоин стал проект Silk Road. Шелковый путь, говоря по-нашему. На этом сайте, работавшем в закрытой сети Тор, такой теневой аналог обычного интернета, можно было купить различные запрещенные товары, наркотики и оружие. Но многих это совершенно не пугает. Особенно бизнес. Lamborghini, например, стала первой автомобильной компанией в мире, дилеры которой начали принимать биткоин. Успех, кстати, есть не только на земле, но и в воздухе. Skycraft Airplane стали первыми продавать самолеты за биткоины. Шоу-бизнес тоже не чурается криптовалютой. Melby из группы Spice Girls стала первой звездой шоу-бизнеса, принимающей биткоины за выступления. Простые же смертные могут заработать виртуальные монеты, просто играя в Counter-Strike. Напомню, крупнейший призовой фонд в истории StarCraft 2 был также собран благодаря биткоинам. Ну и в завершении темы несколько слов о географии. Самое большое количество активных узлов сети биткоин находится, где бы вы думали, конечно в США. Штаты с большим отрывом опережают ближайших конкурентов Канаду, страны Европы и даже Китай.